чем дальше украинцы от родины чудали вид витчизны в общежне продукт этой родины ну я к примеру просто человек гражданин обыватель попадает в более скомплектованные в более сложные ситуации жизненные тем больше он этот человек продукт этой родины гражданин с правами которые у него есть в том сообществе в котором он попадает более естественно сложную ситуацию и это нормально тем больше он этот человек осознает значимость свою в этом как его социуме в этом обществе сообществе что и больше он чувствует что такое нация вот для нации польской в польше не любой но пересечный придурок или алкоголик или кретин недоразит или просто нормальный человек отличный человек классный чувак просто человек он настолько вот защищен как бы социально за рахунок за кошт пальства что он может прикидываться дураком и получать за это вполне хорошие дивиденды дивиденды от пальства польского социал и по сравнению вот он же обыватель у не европейской уже поляк или швед или еще кто-то и по вот с украинцем и я же говорю что для для кого-то эта тема более важна для кого-то менее важно для тех которые уже прибывают в унии европейской в германии в швеции голландии и тому подобное они уже там в более лучших условиях рамки как бы они уже там притерлись прижились и они конечно не хотят видеть никаких там конкурентов украины тем более которые приедут и начнут конкурировать на их рабочие места претендовать также как и голландцы не хотят этого любой человек не хочет иметь конкурентов у себя естественно то есть а те которые в украине обывателя граждане украины и не выезжает никуда и не собирается выезжать и имеет там у себя жизнь как бы нормально тем эта тема тоже европа не интересна вообще никак но те которые откачуют туда-сюда попытка там заработать что-то узнать что-то политическом крае знав чем смысле для этих людей естественно эта тема очень важно но опять же таки предоставляя информацию украинцам где они в какой жопе они сейчас в какой жопе европа в какой жопе америка за россию вообще молчу потому что они вообще хотят быть в такой жопе значит есть сравнительные характеристики пребывание в этой жопе ну плохом состоянии то есть и как докатились все мы до этого плохого состояния дебилизма маразма то есть это я просто шоке это настолько примитивизм до которого мы дошли все упали теперь он очень отчетливо видение отсюда он очень различим этот маразм примитивизм до которого мы все докатились в украине нэнки матушки естественно важно значимость жизни в украине ее распознавание насколько человек значим в украине насколько он значим здесь социал насколько значим насколько социал не забивает мозги чтобы человек сам мог что-то делать но еще и с помощью чего-то потому что сам это шум сам нужно брать кредиты в банке под определенный проект бизнесовый то есть вместо того чтобы рассказывать украинцев нации украинской не биомассе естественно потому что мне нафиг не впала та биомасса потому что из-за нее все беды в украине и из-за нее беды и у самой у этой биомассы но она этого не понимает поэтому это бесполезно рассказывать значит вместо того чтобы рассказывать о немецких о голландских там английских шведских норвежских фирмах в бизнесе как можно залатвить такое предприятие такой бизнес для украинцев для всех категорий знакомые отличные националисты они медики это очень тема сильно то есть как можно взять миллиардные миллиардные ходят миллиардные миллионы триллиона денег под хорошие под хорошее начало бизнеса или предприятие медицинском плане которая будет приносить те же самые дивиденды хоть небольшие но приносить тем которые эти деньги или гранты шмант это можно уже без грантов может какие-то другие инвестиционные проекты брать с унии европейской или с америке в украину естественно это было бы возможно быть тогда если бы украина оказалась бы каким-то чудом в нато в коллективной безопасности естественно с коллективной безопасности тех денег которые бы с инвестициями пришли бы в украину этого не произошло теперь моим еще моим то есть вместо вот всех этих вещей вместо вот это хорошо что бегать с гранатами с калашами там 16 стрелять ведь стреливать ворога геолокация на местности в юности своей проверять но лучше конечно еще плюс к этому учить было бы и языки мовы иностранные бизнес-проекты учить и тому подобное как знает практически уже с молодости дети и в польше и в швеции о том как вести большой маленький средний бизнес чем они и занимаются по сравнению с наш с нас то есть как мы оказались в такой в таком лоховстве вот взять например чашку авакова или стакан авакова брошенный в саакашвили то есть чуть ли не чаша граа это уже философский философская не камень уже философская чашка арсена авакова брошена в саакашвили вот так вот взять их обоих с михаила саакашвили и арсена авакова и вызвать к доске нация вас вызывают товарищи пан пан панове ученики вот пожалуйста михаил саакашвили скажите пожалуйста почему в вас полетела чашка как вы объясните как довелось до этой ситуации потому что там-то баруи и потому что они такие все олигархи и тому подобное понятное дело что он скажет сказать арсена авака вот скажите пожалуйста уважаемые паны ученики и тому подобное для нации скажите почему вы бросили михаила саакашвили чашку он меня разозлил он меня вообще офигевший тип представляете я тут создавал полицию создавал а он на меня погнал тут майдан тут мы новое новую украину открыли а он на меня вот такой огонь естественно я кинул сейчас понятное дело если бы это было например заседание ассамблеи нато коллективной безопасности и там например сидел бы арсен аваков и напротив сидел бы орбан виктор орбан и и у виктор орбан встает и говорит так я там принимаю к себе путина саусту им южный поток буду делать газ все поза украина и потом я гоню на украину что она при прошенка запретила венгрии развиваться там и быть венгрии в украине плюя на основы державности суверен и унитарность украины то есть мы там развиваем ростки венгрии чтобы если что там потом оттяпать территорию и тому подобное или встает чех этот чамарошный или да чеха зима и начинает тоже поргунистки что путин классный чувак мы путину носки смердячи тоталитарные обнюхиваем путиновские и буты обцеловываем ботинки путину или там макро встает начинает туфту какую-то гнать что привет путин меня поцелует жену поцелует нас поцелует и заберет желтые жилеты не даст им меня скинуть с власти вот тогда бы это вполне нормально берет арсеновака в чашку и кидает в кого взема в макрона и в виктора орбана супер весь мир на ушах подвиг а за саакашвили за что кидать чашку ну вот внутренний конфликт эмоции уровень украины короче гиркин и гордон то же самое маразм мощный гнилой гордоновской нации маразм за что борется там вот эта гордоновская нация у себя в стране из за что борется здесь и считает себя гордоновской нации или взять проект шустера великий украинец это капец то есть отвлекалого лохов чисто отвлекалого лохов что ну вы ж тупые быдло давайте порассуждаем я вернулся я стал мудрый кто или еще кто там ученые то все и от полгода вот эта херня отвлекалого лохов на великий украинец это при шустере дошло то есть проект отвлекалого лохов от бабла олигархов которые это бабло они косят у украинцев закрашивают отбирая лохов не вступая в нато чтобы отбирать дальше лохов потому что нато не позволит такой херней заниматься хотя и зима и орбан и макрон в нато но понимаете в нато нужно нужно лоббировать себя а если бы там был например аваков с чашкой мини философский камень или андрей билецкий или торнадо по всего этого бы не было хотя с другой стороны в 9 в 90-х вступили в нато в свое время то не было бы и войны не было и лиц которые и в грузии не было бы войны и грузинские территории бы остались на месте и не было десятого года 96 польских патриотов патриотов погибших под смоленским под смоленском леха качинского и тому подобное таких примеров масса ну и вот теперь уже под конец лучше было конечно в начале самый главный пример о том что как мы лоханулись значит можно сравнить движение негров чернокожих за свои права и движение стучания пока по рельсам касками шахтеров донбасса кто чего добился в реальности осталось добавить только одно сравнение что негритянская раса чернокожие не только в африке не имея своей своей державы не имея своего суверена унитарности практически были материалом для рабства тем самым и не только они многие народы завоеванные были рабами и ихняя борьба привела к тому что они угрожали американскому сообществу после вот этих расизмов апартеидов угрожали чем что они перейдут час на мусульманство а это означало что это не просто христиане будут это уже будут ваххабиты внутри сердца там где написано было на американской купюре in god with trust то есть в какого trust with god is in jesus christ is our god вот они хотели перейти в знак протеста что их ущемляет достала в натуре этот блин куклу с кланши занутый блин остатки масонства вот этого всего гордыня а мы знаем что есть гордыня посмотрите чем занимается занимался билл гейтс разработками которые провели коронавирус вот это китай эти штаммы чтобы основа этого вируса после того как она это основа коронавирус жил тысячелетиями с человеком и не передавался человеком а после вмешательства этих придурков гордыня тоже они взяли приделали ножки чтобы этот коронавирус передавался человеку шизофрения для чего для того чтобы и до сих пор они там и в китае еще в штатах вот эти блин светил его такие науки медицины выступают что вот мы найдем вот мы найдем скоро этот антидот создали тот чтобы найти потом антидот not такие конченые есть то есть это есть основа капитализма но другой демократии у нас нету нам по библии нужно демократия вместо тоталитаризма потому что тоталитаризм просто шапками закидывает а эти все-таки через день то есть боролись негры и выбрали себе право а теперь избивают белых ну то есть это дичь избивает это понятно но они выбрали себе право на медиах стали показывать больше фильмов красивых классных там где равноправие между белыми то есть дружба это нормально не самого друзья протестанты супер чернокожие ну вообще супер они не достойны того чтобы вот это их не братья вот такое вытворяли сейчас в америке то есть выбор или что-то так а шахтеры донбасса нашей нынки украины наши шахтеры украинский донбасса выборали себе что стуча касками войну выборали что их них детей теперь дочерей славянок наших украинок отдают окопы на изнасилование боевиков таких ополченцев типа вот таких ополченцев с российских войск на поругание тело наше украинское отдают сыновей на пушечное мясо то же самое потому что они в бедности они лоховитости это и осталось бесправное государство выборали себе кого бесправное государство на донбассе бандюков которых боялись даже украинские власти и через газ российский тоже сдавали всю украину то есть сравнить шахтера тоже он такой чернокожий когда вылазит шахты но душа иная неж у чернокожих тех которые боролись за свои права в америке так вот теперь и кто кому чернокожий шахтер чернокожему или чернокожий шахтеру огромный вопрос теперь чернокожих есть своя дам половина джище понятно ее надо лечить есть свою супер государство а у шахтеров какое государство теперь лнрд лднр стыд позор иметь такое государство путиновская присоска нет даже не саталита прямое путинское управление и не такое управление как россии намного хуже потому что это клака терроризма если вообще абсолютно но это как хуже приднестровья даже там будут клака убийц нормального всего демократического чем были шахтеры в составе украины когда так что вот такие то дела пироги нафиг то есть почему бог в лице справедливости или справедливость в лице бога улыбнулась неграм таки за столько лет поневерянь и апартеида расизма и сделала из негров из чернокожих равноценных полноценных равных членов сообщества американского нации частью нации американской а донбассским шахтерам не улыбнулась и распродолила этот донбасс в войне в разрухе в неправовом статусе вообще ну отстоем сделалась донецкая луганская лугандония и днр почему так стало потому что эти шахтеры они боролись не за справедливость не за свободу а за урок януковича который и допровадил вместе с путиным к разрухе и к войне украинскую державу унитарную самостийную независимую вот так и улыбнулась судьба рабочим это уже чья чья-то вина вина их воли их выбора чтобы они наконец-то на двадцатый год начали понимать и это здравия желает